В архиве телекомпании «Несвятая» сохранились удивительные кадры. В 1997 году Новошахтинск отмечал 58-ю годовщину основания города. Накануне праздника в детской музыкальной школе состоялось честование почетных граждан города. Поздравлял ветеранов мэр Новошахтинска Виктор Солнцев. Надеемся, что вам интересно будет увидеть знакомые лица в зале, услышать, чем жил наш город 20 лет назад. Рад, что тепло сегодняшнее согревает ваши сердца. Рад тому, что мы вместе встречаем 58-ю годовщину нашего города. Рад тому, что дети, учащиеся в этой прекрасной школе, будут жить в 21 веке, будут в 21 веке хозяевами нашего молодого города. Поэтому я искренне от души всех вас поздравляю с сегодняшним праздником. Желаю вам мира, добра, тепла, благополучия в семьях. Желаю, чтобы дети вас всегда радовали, внуки приносили счастье. В доме был бы мир, и мы никогда не знали бед. Дай-то Бог, наш город, нашу область, нашу Россию беды и невзгоды обошли стороной. С праздником вас! Всего вам доброго, радости, добра, успехов! На данный день праздника дня города глава администрации подписал постановление. Три почетных гражданина города получают денежное вознаграждение 500 тысяч рублей. Просим подняться на сайт. Господин Николаевич, спасибо, что вы есть, что вы столько трудов вложили в этот город. Огромное вам спасибо. Остапенко Андрей Андреевич, пожалуйста, поднимитесь. Бой нам Федор Матвеевич. Самый старейший гражданин нашего города, основатель городского кровеческого музея Пушкаренко Александр Осипович. Хочет сказать землякам два слова. Пожалуйста. Дорогие новошахтницы, дорогие земляки, прежде всего, как и все предыдущие выступающие, я от всего сердца, сердечно, горячо и тепло поздравляю с этой знаменатой датой нашего города, 58 лет нашему горнятскому городу. Желаю вам лично, вашим семьям, близким, родным, всего самого доброго, прекрасного здоровья и в будущем в этом городе Новошахтинске. Всех вам благ, всего хорошего. И одновременно разрешите мне познакомить вас с одной датой. В 1961 году по инициативе Центрального комитета комсомола нашему городу, нашей молодежи, нашему комсомолу нашего города было поручено собрать металлолом или собирать металлолом не на один год. И отправлять в город Галас, в Румынию, где должен был построен теплоход под названием город Новошахтинск. Это было выполнено. Металлолом доставлялся в через 5 лет в город Галас, в Румынию. И там построили огромнейший, огромнейший теплоход, которому дали название Новошахтинск. Но это не все. Этот огромный теплоход, который брал груза около 6 тысяч тонн, плавал, курсировал во всех морях и океанах земного шара. И представьте себе, куда не прибывал, везде записывали, везде принимали теплоход, на котором золотыми буквами на бортах было написано «Город Новошахтинск». Что есть морской закон, 30 лет проплавал, будь добр, становись на прикол и то ли тебя будут ремонтировать, то ли спишут на металл. Сейчас наш теплоход Новошахтинск находится в порту, где он прописан. И его осмотрела комиссия, но заключений пока нет. Что же с ним дальше делать? То ли его разрезать, то ли его ремонтировать. Мы бы хотели, чтобы отремонтировали его, чтобы он еще и дальше прославлял наш город во всех портах земного шара. Виктор Александрович, прошу вручить почетные грамоты и денежная премия в миллион рублей. Почетной грамотой администрации города награждается Никитина Наталья Николаевна. Педагог дополнительных образования за значительный вклад в развитие спортивной жизни города и на Олесне добросовестных детей. Спасибо. Почетной грамотой администрации города награждается Хомченко Андрей Дмитриевич, начальник участка ВШТ, шахты Западная Капитальная. За многолетний и плодотворный труд на предприятии и за значительный вклад в развитие экономики города. Почетной грамотой администрации города награждается Голубов Александр Иванович, начальник ТОО НП СДРСУ. За многолетний добросовестный труд по благоустройству городских дорог и площадей. За значительный вклад в развитие экономики города. Слава администрации на праздник города пришел с хорошими подарками. За хороший вклад и личное участие в общественной жизни награждается ценным подарком председатель Союза Чернобыль Киркора Виктор Викторович. Шевченская Людмила Петровна, директор школы 25. Директор шахта управления Степановская Виктор Николаевич Толокнев. Председатель уличного комитета Галкин Илья Степанович. Кстати, Илья Степанович у нас еще и юбиляр. Мы совсем недавно, если помните, отмечали его 75-летие. 70-летие я ему немножко прибавил. И он при всем при этом очень активно участвует в жизни и деятельности нашего города. Нам побольше бы таких ветеранов. Спасибо. Ценным подарком награждается Гресь Лариса Николаевна, заведующая терапевтическим отделением поликлиники номер один. Виктор Александрович, вы действительно пришли на праздник с хорошими подарками. Но мы вас так просто не отпустим со сцены. Гресь Лариса Николаевна, что вы еще за день? А? Эти женщины, у них всегда какие-нибудь сюрпризы. Я вот все ждала возможности сказать, что сегодня у нас не только день города, замечательный праздник. А что же еще? Евгений Петрович, вам не спрашивать. Посмотрите, в каком замечательном здании мы находимся и отмечаем 58-ю годовщину города в замечательном новом здании. Виктор Александрович, разрешите от всего сердца сказать вам огромное спасибо за неоценимый вклад в строительство и оборудование детской музыкальной школы. Огромное вам спасибо за понимание и поддержку культуры, за то, что вы понимаете, без музыки, литературы, живописи у города не будет будущего. И если бы было учреждено звание почетный, заслуженный деятель культуры города Новошахтинска, то это звание первому мы бы вручили вам. Виктор Александрович, свою сердечную признательность вам отдали сегодня будущее Моцарты, Бетховены, Шопены и Александры Пахмутовы 21 века. Я вас прошу выполнить еще одну приятную миссию. У нас в этот приятный день, 58-му годовщину города Новошахтинска, есть свой юбилей в школе. Это Аверьянова Даша. Ей сегодня исполняется 7 лет. Вручите ей подарок. Еще один подарок прошу вручить будущему мауриату международных конкурсов и длинных времени. Самой юной нашей музыканты. Подарки подарками хорошо. Вот то, что сказано было о школе, о том, что она действительно является прекрасным зданием, о том, что такого здания в Российской Федерации нет. Дай Бог, чтобы в дальнейшем и выпускники этой школы радовали нас, жителей города, мам, пап, бабушек, дедушек. А то, что школа стоит и она построена, заслуга здесь не только администрации города, не только моя. Вклад в строительство школы внесли многие жители города, а начинали ее строить со старого фундамента, развалив старое здание, начали делать проект. И изначально занимался этим Попов Александр Васильевич, Кочетов, Петр Васильевич, которые развалили это здание и приняли решение о строительстве нового. Это было началом. Потом на протяжении нескольких лет возводилось само здание, приняли участие строители нашего города, организации. Не просто было возвести этот храм искусств. Я думаю, что в таком здании нельзя будет плохо учить и плохо учиться. Поэтому я твердо надеюсь, что из стен этой прекрасной музыкальной школы выйдут действительно способные, одаренные выпускники, которыми в будущем мы будем гордиться. Мы обещаем помочь выполнить по заказу директора школы Евгения Петровича любые работы, помочь ему материалами на сумму 2 миллиона рублей. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо всем за то, что вы уделяете нашей школе большое внимание. Спасибо администрации города. Мы же можем подарить вам только то, что имеем. Это нашу музыку, наши таланты. А начнем наш праздничный концерт с упоминания еще одной знаменательной даты, которая скоро будет в нашем городе. День освобождения города от фашистских захватчиков. Дорогие друзья, я вижу в зале лица наших фронтовиков. Мы помним ваш подвиг. И сейчас для вас будет звучать вечная, как ваш ратный подвиг, музыка Шопена. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok